Гипс Квотски – это одновременно и квадроцикл, и катер, выпущенный в свет компанией Гипс Спортс Амфибианс в 2012 году. Амфибия развивает скорость до 72 км в час как на воде, так и на суше. Оснащена реактивным морским двигателем и системой втягивания колес. Трансформация между двумя режимами функционирования занимает лишь 5 секунд. Питер Уиллер, бывший владелец компании ТВР, британского производителя спорткаров, не так давно задумал построить не просто спорткар, а настоящего монстра на колесах – Скамандер. Люди уже сыты по горло своими быстрыми тачками, всякими там Феррари. Им нужно что-то универсальное и нестандартное. Я называю его СБР – сокращение от средства быстрого реагирования. Название не навязываю, но есть просьба, не называйте его автомобилем, – говорил Питер. По земле Скамандер может разгоняться до 180 км в час, а его 300-сильный шестицилиндровый двигатель делает рывок с места до 100 км в час всего за 8 секунд. Это достаточно впечатляюще, учитывая то, что этот монстр способен продираться по любой местности, не притормаживая даже на берегу водоема. По воде скорость амфибии достигает 11 км в час. Это концепт пятиместной амфибии с полным приводом и двигателем V8 мощностью 350 лошадиных сил. Скорость на суше 160 км в час, в воде 65 км в час. Гипс Спортс Амфибианс создали его специально для перемещения в дикой и труднодоступной местности. Шведская фирма Ринспид разработала свою машину амфибию в 2004 году. Максимальная скорость на воде 50 км в час, на суше 200 км в час. Уникальная особенность. Двухцилиндровый силовый двигатель амфибии работает на природном газе и не загрязняет окружающую среду. Это джип? Это моторная лодка? Нет, это watercar Panther, любимое детище американского изобретателя Дэйва Марка. Panther не самая быстроходная амфибия, но замечательно подходит на роль внедорожника. Ей ни почем без дорожье, грязь и песок. Дизайн амфибии основан на джип CJ8 Scrambler. Sherp это вездеход российского производства, вседорожные характеристики которого на данный момент являются одними из лучших в мире. Основной вклад в проект внес талантливый инженер-конструктор Алексей Гарагашьян. 60-сантиметровый дорожный просвет Sherpa, особая конструкция шасси и огромные колеса с бескамерными шинами позволяют внедорожнику преодолевать препятствия высотой до 1 метра. Кстати, покрышки сверхнизкого давления оснащены системой автоматической подкачки. В движение вездеход приводит 4-цилиндровый 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 44 л.с. Максимальная скорость передвижения вездехода по суше равна 45 км в час. Важно отметить, что для таких типов транспортных средств также важна и минимальная скорость передвижения, которая у Sherpa составляет 1,5 км в час. Помимо твердой поверхности, болот, снега, грязи и сильно рельефной местности, вездеход Sherpa может без труда преодолевать водяные препятствия любой глубины. Максимальная скорость передвижения по воде равна 6 км в час. Первый в мире туристический водоплавающий автобус под названием Amphicoach запустили в Сан-Франциско. Он оснащен всеми удобствами как для сухопутного путешествия, так и для преодоления расстояний водным путем. Модель автобуса прорабатывалась и испытывалась около 6 лет. Amphicoach оснащен двумя дизельными двигателями и имеет полный привод. Кузов автобуса произведен из специального алюминия, который обычно используется при постройке судов. Скюба это не просто спортивная машина-амфибия, а самая настоящая субмарина. Концептуальный автомобиль был разработан швейцарской дизайнерской компанией Rinspeed Inc. Машина может погружаться на глубину до 10 метров, а ее подводные винты приводятся в действие электродвигателями. По суше Скюба развивает скорость до 124 км в час. На поверхности воды максимальная скорость снижается до 5 км в час, а под водой примерно до 3. Интерьер салона устойчив к соленой воде, так что заехать можно как в озеро, так и в море. Однако пассажирам все же не получится выйти сухими из воды, ведь машина имеет открытый верх. В общем, пассажирам придется захватить оборудование для ныряния, ну и конечно же не забыть его надеть. Первая в мире Lamborghini Amphibia была создана инженером Майклом Райаном из компании Searroder на основе Lamborghini Contage. Если у машины есть колеса, то я заставлю ее плавать. Хвастался Райан и переделывал для водных путешествий джипы, мотоциклы, такси и даже фургончик с мороженым. Превратить суперкар в амфибию – затея не из дешевых. Замена только одного стекла обошлась изобретателю в 3000 долларов. Разработанная специально для того, чтобы устанавливать рекорды на суше и воде, Sea Lion является одной из быстрейших амфибий в мире. На суше максимальная скорость достигает 201 км в час, в воде 96 км в час. Технически это даже не автомобиль. Создатель назвал ее буквально «машина-амфибия для установления мировых рекордов». Спасибо за просмотр! Не забываем, лайк и подписка – лучшая благодарность автору за работу!